Краткий обзор обстановки на территории Сирии 27 мая 2017 года. Алеппо, Холмс и провинция Дамаск. После непрестанного натиска, который правительственные силы оказывали, проводя наступление вдоль всей территории Сирии с севера на юг, от ИГИЛ и поддерживаемых США наемников были освобождены крупные участки территории. Наиболее крупное наступление правительственных сил можно было увидеть на востоке провинции Алеппо, а также в центральной части провинции Холмс и Сирийской пустыни, где удалось вернуть под контроль правительство Дамаске тысяч квадратных километров необходимой территории. Проведенные в последнюю неделю правительственными силами в Сирийской пустыне наступление на поддерживаемые коалиции бандформирования, а также наступление на ИГИЛ в центральной части провинции Холмс, принесли астрономические по своему масштабу территориальные успехи и являются бесценными с точки зрения стратегических результатов, которые были ими заложены. Помимо возврата крупного участка сирийской территории и по сути изгнания ИГИЛ из центральной части провинции Холмс, оказалась вновь открыта трасса Пальмира-Дамаск, а котел боевиков в восточном Коламуне полностью окружен. В частности, наступление сирийской армии в центральной части провинции Холмс проводилось исключительно бронетанковыми и механизированными подразделениями при помощи танков, БМП и техничек, а также при поддержке авиации, включая боевые вертолеты. Зачистка территории была проведена соединениями, организованными по типу дивизии, и которые действовали как дивизии, а не как менее крупные боевые формирования. За последние сутки свободная сирийская армия начала акцентированную атаку на правительственные силы в районе Аль-Рахба. Однако, согласно последним новостям, атака провалилась. В восточной части провинции Холмс сирийская армия во главе с армейским спецназом силы Тигра продолжает методично уничтожать имеющиеся в данной провинции силы игиловцев, освободив дюжины деревень, уничтожив и ранив порядка семи сотен террористов за все время с момента начала 9 мая наступления на равнине Маскана. Таким образом, наступление продвинулось до западных ворот стратегически значимого города Маскана, и в данной ситуации Тигры, скорее всего, попытаются обойти Маскану с юга. Основываясь на текущем успехе правительственных сил и темпах их продвижения, становится очевидно то, что если ИГИЛ не сможет вдруг откуда-то перекинуть на данный участок крупные силы, то их дни в провинции Алеппо сочтены. Продолжение следует...